Шкале СМХ это радости, это 7 по 10-балльной шкале, а САСОН это по 10-балльной шкале 12, то есть САСОН это ликование. Сейчас я настрою все наши системы выдачи и начнем ликовать. Сейчас я пока только нахожусь в подготовке, только в СМХ, а сейчас будем ликовать. Сейчас я вам расскажу, почему мы будем ликовать. Очень приятные события, которые прямо у меня лично вызывают ликование. Надеюсь, что вы сейчас тоже со мной вместе поликуете, потому что Зманим это времена для ликования, значит Всевышний дает всегда возможности ликовать. Зайдите, пожалуйста, в телеграм, я как раз 12 главу Каэлит, а мы сегодня заканчиваем Экклезиаст, изучайте, представляете, заканчиваем целую книгу Каэлит, Экклезиаст, мы изучаем 12 глав, сегодня 12 глава, представляете, насколько это отлично. И сейчас у нас в телеграме я подключаю, значит, Каэлит, 12 глава, окончание, окончание. И начать запись, 12 глава, окончание. И включаем видео и звук. Видео и звук, пошло все. И, значит, все, и в телеграме мы вместе. Шалом, все мы в телеграме, и в ютюбе, и в фейсбуке, и во всем мире. Всем шалом. Мы один ли семха? Лея Каплан желает, да? И, значит, мы все тоже желаем друг другу времена для семхи, для радости. Теперь, а почему ликование? Ликование возникает, когда есть что-то неожиданное, которое возникает, и ты как бы с семи, семха это постоянный радостный такой фон, ты на 12 ликуешь, и возвращаемся опять на 7. И, значит, сегодня, чего, почему, я думаю, надо поликовать? Вот, например, телеграм. Нам приятно, что 3900 подписчиков. Вот здесь вы сейчас находитесь в телеграме в Эйкро-канале, вы видите такую красивую ровную циферку 3900. И это приятно. Это 3900 человек, которым интересно Тора, которым интересно познать Всевышнего, которым интересно научиться молиться, которым интересно научиться быть благодарными. Это 3900 человек. Это почти дворец спорта полный. А вот, например, если вы зайдете в инстаграм, в Эйкра, то вчера как раз 10000. 10000 – это уже цифра. Это 10000. Это есть, когда говорят в благословении, говорят, что «Алфей» в «Ривовод». В Торе есть цифра тысячи и есть «Ривовод» десятки тысяч. То есть десятки тысяч – это уже вау, это уже прям граница. Вот у нас уже есть в инстаграме в инстаграме 10 тысяч, 3900 в телеграме и больше 15 тысяч у нас постоянных зрителей в ютубе. Больше 15 тысяч. И больше у нас есть 100 тысяч в фейсбуке. Но в фейсбуке мы, когда начинали, мы хотели, чтобы у нас было много охвата, и мы постили кулинарные рецепты. Поэтому там из 100 тысяч, наверное, 1050 обжоры, которые, ну не обжоры, а любят просто красиво покушать, и они подписались на рецепты. Мы какие-то еврейские девали рецепты вначале, на них подписывались разные люди, но уроки они, может, и не смотрят. Поэтому, видите, сейчас в фейсбуке, например, на уроке 43 человека, в ютубе прямо присутствуют 23 и 42 в телеграме. То есть это уже больше 100 человек, к концу урока подтягивается еще 100, что доказывает, что люди как опаздывали, так и опаздывают. Итак, открываем 12 главу, 12 глава Коэлит, и уже скоро-скоро, с Божьей помощью, значит, уже мы издадим наше издание Коэлит по мотивам этих уроков. Чтобы подарочное, красивое издание, скоро мы будем с Божьей помощью издавать, и вы можете присоединиться, стать партнерами издания, стать партнерами. Прямо есть там 222 отрывка, можно себе прямо посвятить один отрывок себе в новом издании, и все люди, когда будут его изучать, вам будут идти бонусы. И можно быть 12 глав, можно быть партнером главы, выбрать себе главу. То есть и мы эти деньги возьмем, инвестируем в издание этой книги, а потом эта книга, когда она будет продаваться, то деньги пойдут на развитие ВАИКРА. То есть это самая выгодная инвестиция в мире, которая только есть. На вечность, вы деньги умножаете на вечность. Хорошо, 12 глава, говорит нам царь Самон следующую вещь. Значит, это уже заключительная глава, вот он уже с первой главы он начинал и сказал, что все эвэль-эвэлим, все это пар паров, все это иллюзия, все это, вся эта вот реальность под солнцем, которую он имел ввиду под солнцем, то зачем человек бегает под солнцем, это все иллюзия. Потом он 12 глав доказывал. Единственное, он говорил, что не иллюзия, это радость, которую ты испытываешь от своих достижений. Поэтому еще раз повторю, что нужно уметь находить вот эти вот моменты для ликования, чтобы выстреливать. Обычно это какие-то достигнутые, это секундные моменты, когда ты о чем-то мечтал и ты что-то получил. И семха радость, радость это постоянное фоновое состояние, которое достигается за счет благодарности. Когда ты смотришь на полуполный стакан и за него постоянно благодаришь. И ты перестраиваешь свой мозг на полуполные стаканы и у тебя 7-7 по 10-бальной шкале уровень радости. Потом ты что-то сильно хотел, тебе не хватало, ты себе поставил цель. Ты получил, бам, ликование на 12, еще сильнее благодаришь и пошел дальше. 12 глава, первый отрывок. Говорит нам царь Соломон. «Вескорет бореха бээмэ пхура техан». «И помни своего Творца». Первый раз в Каэлите он использует описание Всевышнего словом «творец». Для этого он всегда говорил «всесильный». Может быть был о Бог, я не помню. Но именно он называл «всесильный», потому что он показывал, как работает мир под солнцем. Как работает система материального мира, которая управляется силами, которыми управляет Бог. То есть, и вот эта вот система управления этим миром, которая подчинена единому Творцу. Творец – это кто все сотворил. Бог – это который все сотворил и всем управляет. А всесильный – это его проявление, все силы вот этого материального мира – это всесильные. Но здесь говорит нам царь Саамон, «Скор Бореха, помни Творца в дни твоей молодости, пока не пришли дни зла, пока не пришли плохие дни, перевем это лучше так, да? Пока не пришли те дни и годы, когда ты скажешь нету, не хотел я их, мне эти годы не нужны». Здесь он говорит о приближающейся старости, что в молодости человек не думает о своем духовном развитии вообще, он не думает, что есть Творец Мироздания, что есть Цель Мироздания, что есть Душа, Вечность. В молодости человек думает, пока он еще бахур, да подросток, 17 лет, 18, 15 вообще, 16, у него уже просыпается взрослое тело, гормоны, то есть его животная сущность, она в очень сильном пиковом состоянии, таком гормональном. А его кукуха, я слышал, так называют подростки свою, свою как бы вот эту вот управляющую часть, кукуха, у них есть такое название, они говорят, кукуха поехала. И вот, значит, кукуха у них еще, она не работает так хорошо, осознанно. И они не помнят обычно Творца, а царь сам, он говорит, помните, говорит, именно в этом возрасте помните Творца Мироздания, что есть, у всего этого мира есть Творец-Создатель. И почему? Потому что если ты в детстве, в юности не создал себе привычки, не научился, то, возможно, когда ты уже будешь в усталости, в старости, в болезни, ты уже не сможешь перестроиться. Поэтому он говорит, помню в молодости. Второй отрывок. Ад, ашерло, тахшох, ашемеш, ваор, ваерах, пока не померкли солнце и луна, и звезды, и пока не вернулись облака, тучи вслед за дождем. То есть здесь он опять говорит в метафорической форме о том, что все циклично в этом мире под солнцем. Все циклично, все рождается, зрелость вянет и умирает. Все. Он говорит, просто посмотри на это и пойми, что нужно, это неизбежно, что начнет потом все угасать. Поэтому ты в молодости помни об этом. Если ты не построил себе крепкую духовную основу в своей жизни, то ты не сможешь потом выстоять в старости, тебе будет очень плохо. Я читал недавно книгу, зовут его Шай Агнон, израильский писатель, такой классик, нобелевский лаврят. И там у него есть такой знаменитый рассказ, повесть, длинный рассказ такой, про одну старую женщину, которая жила в старом городе Иерусалима. И она была такая праведница, цадика, и вот она уже говорит, я уже не могу, говорит, я хочу уже уйти, почему меня Всевышний не забирает из этого мира? Ей было уже тогда 104 года. И когда ей было 104 года, она в этот момент почувствовала, что этот день наступил, и она пошла, договорилась, как ее будут хоронить. Все, она, значит, со всеми попрощалась, закрыла свои дела и ночью ушла в другой мир. Она была великая праведница, он рассказывает прям, как он с ней встречался, очень интересно. Но это, она была праведница, она всю свою жизнь посвятила служению Всевышнему. А человек обычный в старости, у него все, ради чего он жил, оно не работает, все рассыпалось, все не доставляет удовольствия, сил нет. И описывает он это дальше, очень метафорично, в третьем отрывке 12 главы. Значит, в день, когда задрожат Шамре-Аббат, когда затрясутся те, кто охраняют твой дом, значит, и скривятся мужи сильные, перестанут молоть мельницы. Значит, у меня, например, отец, ему было 89 лет, он упал. Это задрожали, стерегущий дом, тот, что держит человека, опорно-двигательный аппарат. Упал, перелом шейки бедра, месяц по больницам и ушел из этого мира. И скривятся мужи сильные, пожилые люди, они становятся уже искривленные. И перестанут молоть мельницы, зубы выпадают. И, ну, сейчас уже научились вставлять зубы, раньше, конечно, бывают тяжелее, чем сейчас. У них полностью выпадали зубы. И померкнут глядячие в окнах, глаза тоже померкнут, исчезнет вот этот вот блеск в глазах. Четвертый отрывок 12 главы. Закроют двери на рынке, когда замолкнет стук жерновов. Когда выпадают зубы, то это как рот, как закрывается, устые такие губы становятся. И встанут по голосу птицы. И начинается очень сон такой у пожилых людей, очень чувствительный. И они, когда слышат, слышат, когда есть какой-то птицы даже, поют, это их будет. И притикнут все до черепения. А голос, наоборот, у них станет тихий и слабый. Значит, пятый отрывок. Высот будут сражиться, на дороге помехи. То есть им будет тяжело подняться на лестницу, на дороге будут помехи. То есть любая, бордюрчик уже сложно переступить. А цветет миндаль, это у них, значит, ну, померкнет все, там, волосы, поседеет кожа. А тяжелеет кузнечик. Даже кузнечик, который на них садится, будет им тяжело. Рассыплется каперс. Вот этот каперс, я не знаю, что-то. Кузнечик и что-то еще у них. Ветафер, авиона. Ну, что-то тоже еще рассыпется. Потому что уходит человек в вечный дом свой. Так он и пишет. Ти олех аадам эльбет о ламо. Вот это вот очень важная фраза, что он уходит в дом мира своего, да, который он строил. А плакальщики кружат на рынке. То есть остается у человека то, что люди о нем могут сказать, как бы, что вот ушел. Я помню, когда Раф Зильбер умер, ушел из этого мира, рыдали все. И я помню, как-то была годовщина его смерти. И на кладбище приехали, ну, как его ученики, ученики его учеников, ученики, там целое, очень много было людей. И кто-то подошел интервью, хотел у меня брать. Что я помню о Раф Зильбере, что я могу про него сказать. И меня, как я начал рыдать, вообще вот просто не мог остановиться. Это вот плакальщики кружат на рынке. Когда уходит человек праведный, то люди действительно теряют и потери огромные, и все. Значит, шестой отрывок. Да. Спасибо за каперс, это ягода какая-то. Ну, тогда непонятно, что именно. Рассыпется каперс. Что-то рассыпется, значит. Седьмой отрывок. Ваяшав Аафар Эль Аарец. Вернется прах в землю. То есть тело состоит из таблицы Менделеева. И из праха взятов, праха в вас вернется. Кышая, как и было, в принципе, да. А дух Ташув Эля Элаким. А дух человека вернется к всесильному, который его дал. То есть человек состоит из вертикально ходящей лужи. Это таблица Менделеева, размешанная с водой. И, значит, есть то, что называется нефиш. Животная душа. Это какая-то программа, которая каким-то образом организует все вот эти вот системы. Они работают синхронно. Иммунная система, гормональная система, дыхательная система. Там человек испугался, у него сразу пошли гормоны. Он уже готов там бежать, драться или замереть. Наоборот, он видит там объект для размножения. У него там пошли другие гормоны и так далее. То есть все синхронизировано. Это животная душа называется. В иудаизме это программное обеспечение, которое находится в крови и которое присоединено в каком-то моменте к духу. Дух это намерение человека. Это его намерение. Вот я сейчас говорю намерение. И у меня и рука движется, и тело движется. Еще и рот произносит намерение. Но у меня есть внутри только желание произнести это слово. Даже я не думаю про слово. Вот это дух. То есть то, что управляет телом, то, что управляет мышлением, это называется намерение. Ближе всему оттенками намерения являются желание, мечта, внимание. Это все вокруг духа, вокруг намерения. И есть дух сверху присоединяется к божественной душе. Она называется нишама. И вот эта вот нишама, она находится, нижняя ее часть в интеллекте, а верхняя часть это душа, это соединение с Богом, назовем это так, да, с Творцом мироздания. И вот этот луч, это душа, если намерение человека соединиться с Богом, и он тогда подхватывает своим желанием свой интеллект, который просто машина, как компьютер такой. И он начинает этот интеллект заполнять словами Торы, заповедями, молитвами. Он все время начинает выбирать, как мне поступить, как меня, мое животное тело, куда влечет инстинкты, или же куда меня душа влечет. И вот тут вот начинается уже работа, духовная работа. Если человек умудряется за свою жизнь удерживать свое намерение на своей духовной части, то есть он как бы, его дух направлен вверх, все время ко Всевышнему, он все время представляет, что он перед Богом, что он, все его дела во имя небес, он работает для того, чтобы давать вздоку, он спит для того, чтобы утром встать на молитву. То есть у него все его намерение, он сумел удерживать его в направлении души, то когда тело отмирает, его дух поднимает, как подъемный шар, куда у него есть сила, поднимает его личность, его персоналити, его интеллект, его самоосознание, поднимает на уровень души, соединилось, и он уходит в духовный мир, у него есть там его как бы, его голограмма, которую он создал. То есть он идет в бейт-уламо, в дом своего мира, который он построил. Вот седьмой отрывок, об этом только коротко. Прах возвратится в землю, чем он и был, а дух возвратится к всесильному, который дал его. Все, все понятно. Восьмой отрывок. Эвель, Эвелим, Омар, Акуэлет, Аколь, Эвель. Он здесь повторяет то, с чего он начал, был анонс, что все это пар паров, весь этот мир, все, кроме служения Всевышнему, это суета, сует, все рушится. Мне так жалко этих людей, которые строили свои бизнесы, свои дома, война, все потеряли. Мне очень жалко тех людей, которые строили свои семьи, а потом разошлись. Мне жалко тех людей, которые стремились к олимпийским медалям, а потом они травмировались. То есть это все царь Соломон разобрал в Куэлете и говорит, все Эвелевелим, все пустота, все суета в этом мире под солнцем, пар паров, суета, сует, все. Все. Дальше он продолжает, девятый отрывок. И кроме того, что сам Куэлет, он был хахам, он был мудрец, но он также учил народ по знанию. В Эйзен, и он все, Лиазен это равновесие, он все приводил в равновесие. И он установил много примеров. То есть он хотел передать эту великую мудрость через вот эти вот примеры. Это девятый отрывок. Бекеш Куэлет Лемсо Диврей Хефетс. Хотел найти Куэлет, царь Соломон, такие слова Хефетс, такие ценные вещи, которые пробуждают желание. Векатов Яшар Диврей Эмет. И написанные верно слова истины. То есть он как бы здесь в итоге, он говорит, смотрите, вот это всего 12 глав, всего 222 отрывка. Но каждый отрывок, здесь есть огромная-огромная глубина и ценность. Диврей Хахамим кедервонот векамисмирот нитуим баалей асафот нитну мэроэхат. Он говорит, дальше он говорит интересную вещь. Слова, слова мудрецов Диврей Хахамим, они как гвозди. То есть раньше все понимали, что он имеет в виду. Был бык, главная сила, производительная сила была в мире, это быти. И вот этот бык, где-то может на севере лошади, но вот в Азии быки, на них пахали, на них возили. Бык это было самое такое мощное животное. У него у быка была такая, как ярмо, в котором были гвозди вбиты, чтобы он не мог никуда дернуться. То есть он мог идти только вперед. Когда он идет вперед, он тянет плуг вперед или телегу. Когда он начинает куда-то бежать хочет, он тут же утыкается в какой-то гвоздь и возвращается на прямую дорогу. Говорит царь Саамон, слова мудрецов, они как вот эти гвозди, они тебя направляют в правильном направлении. Веками сморот. И они как битым гвоздям, которыми погонщик, он управляет животное. Он говорит, действительно, многие люди говорят, да, это все комментарии, я с этим разговариваю. Я в Бога верю, а в Тору не верю, это комментарии. Почему ты не веришь в Тору? Ну, а я же знаю, почему не верит в Тору. Потому что он не хочет соблюдать то, что написано в Торе. Потому что он хочет спать с мужчинами, он мужчина. Хочет не платить зарплату людям, а значит, надо платить по Торе. Понимаете? То есть он не хочет себя ограничивать, и он придумал себе какую-то идею, что, а мудрецы, то, что сказали, сказали, я сам мудрец. Типа, я сам себе буду выдумывать, как служить мне Всевышнему. Говорит царь Саамон, слова мудрецов, они действительно, они ограничивают человека. Они подобны вот этой вот ерму для управления быком. И в битым гвоздям неприятно, да, они говорят, надо быть вот таким скромным там и так далее. То есть неприятно. И он дальше говорит, всем собирателям мудрости, все, кто собирают действительную мудрость, посвятили этому жизнь. Не посвятили жизнь. Есть такие, знаешь, ты кто? Я духовный лидер современности. Он в Фейсбуке пишет один персонаж. То есть он хочет показать людям, это для славы. Он говорит, настоящие собиратели мудрости, те, кто собирают мудрость ради мудрости, они знают, что все слова мудрости даны от единого пастыря, направляющего стада. То есть с какой бы стороны ты не шел к мудрости, ты все равно дойдешь до Творца Мироздания, дойдешь до Десяти Заповедей, дойдешь до того, что есть добро и так далее. То есть есть универсальные законы духовные, которые к ним с какой-то стороны искатель мудрости не двигается. Он все равно, чем выше он поднимается, тем он ближе, ближе, ближе к единому Богу, Творцу Мироздания и к его единой системе, которую он дал в этом мире. Значит, что такое добро, что такое зло и как соблюдать это добро. Дальше, в 12 отрывах, говорит Царь Соломон интересную вещь такую. Он говорит так. Веютер меема бни изаэр асот сфарим арбе. Сверх того, сынму остерегайся, составляет много книг. Конца не будет, а много читать утомительно для плоти. Почему он пишет вдруг, что книги не надо читать? И тут мы как раз касаемся очень важной вещи. Значит, устная Тора была записана только в 2000 лет назад. Когда был разрушен Второй Храм, и мудрецы того поколения поняли, что еврейский народ уходит в изгнание, то они испугались, что Тора забудется, хотя в письменной Торе написано, что Тора никогда не забудется. Но, тем не менее, значит, раб Иуда Анаси постановил записать устную Тору и составил Мишну, кодовую такую запись, да, коротко. Потом в Вавилоне составили Вавилонский Талмуд для того, чтобы расшифровать эту Мишну. Но, говорит царь Соломон, здесь очень важную вещь. Ты не можешь из текста понять Тору. Ты не можешь ни из текста письменной Торы, ни из текста Экклезиаста. Ты сам понять Тору не можешь. Тебе нужен человек, который получил от человека, который получил от человека, который получил от человека. И вот в этом вот контакте, когда самый для меня счастливый момент в моей жизни, это то, что я познакомился с Равзильбером. Я считаю, что это для меня был самый формирующий меня момент в моей жизни. Ну, после рождения, естественно. И он открыл мне просто, ну, совершенно новый мир. Но именно он открыл. Если бы я его не увидел, я бы воспринимал Тору только через книги и через тех людей, которые, ну, через каких-то других людей, не через него, да, я бы не был бы настолько бы внутренне уверенный, да, в истинности Торы и в присутствии Всевышнего, как у меня получилось именно из-за него. Это не было какие-то объяснения глубокие, это не было какие-то, это просто был контакт с человеком, который на полном, 100% контакте со Всевышним все моменты своей жизни. Это то, что он имел в виду в 12-м отрывке, что ищи, ищи мудрецов настоящих, которые посвятили свою жизнь изучению воли Всевышнего, выполнению воли Всевышнего. Мудрец, он изучает волю Всевышнего, цадик, он выполняет волю Всевышнего. Мудрец тоже выполняет, но у них разные чуть-чуть акценты. У цадика он просто, для него ничего нет, кроме воли Всевышнего. Мудрец, он хочет понять глубоко эту волю, и он так интеллектуально, как бы, сильно копает. Хорошо, теперь 13-й отрывок, подводит он итог. 12-я глава, 13-й отрывок, и он в конце говорит. Соф-давар, он говорит, конец, говорит, всего, в конце концов. Соф-давар, это в конце всего. Аколь-нишма, все понятно, он говорит. Этай-лаким-ира, Бога Всесильного, бойся. Вэт-ми цватав-шмор, и заповеди его соблюдая, волю его выполняй. Кизэ-коль-а-адам, потому что в этом весь человек. Именно в этом суть человека. Не в заработать, не в подписчиках, не в... Там даже не в детях, да, потому что ты не знаешь, что дальше с ними будет. Он нам это объяснил во 2-й, 3-й главе. Суть человека, это насколько он в течение своей жизни в этом мире успел приблизиться к Богу и перейти на следующий уровень своего же развития. Потому что в потенциале у нас у всех есть возможность соединиться со Всевышним. Вопрос, кто и насколько использует этот потенциал. Сов-давар-а-коль-ни-шма. В конце концов, все понятно. Этай-лаким-ира, Бога, бойся. Всесильного, бойся. Митсватав-шмор. Без заповеди ты не можешь быть с ним близок, потому что его воля проявлена в заповедях. И когда ты выполняешь его заповеди, то ты с ним соединяешься. Кизэ-кол-а-дам. И последний 14-й отрывок, он дает нам еще один такой базовый закон, как все работает в одной фразе. Ти-эт-коль-ма-асэ-э-лаким-яви-ля-мишпад. То есть, каждое действие всесильное приводит на суд. То есть, любое твое действие, которое ты делаешь в этом мире, вот взмах крыла бабочки, там может вызвать в другом конце мира ураган. В этом мире любое действие имеет последствия. Он говорит, знай, э-т-коль-ма-асэ-э-лаким-яви-ля-мишпад. Аль-коль-ный-лан. И даже все скрытое. Им то, воемра. И хорошее, и плохое. Что значит, и даже все скрытое? У человека скрыто внутри его намерение. Он может внешне делать действия. Вот два человека делают одно и то же действие. Они делают одно и то же действие. Два человека ведут бабушку через дорогу. Рядом, да, такие два пионера, одетые как пионеры. Братья-близнецы ведут бабушку через дорогу. Ну, молодцы. Они делают одно действие. То есть, они прям у одного бабушка, у второго бабушка, две бабушки. Тоже так встретились они на дороге. Две абсолютно одинаковые бабушки-близнецы. Обе в тяжелом состоянии. Два пионера в хорошем состоянии тоже близнецы. И оба ведут бабушку через дорогу, выполняя заповедь «Делать добро, помогать старшим». Но один в это время, когда он вел эту бабушку, он думает «Так, сейчас я эту бабушку доведу, значит, она проникнется ко мне доверием, а потом я у нее бумажничек и подрежу». Думает один. А второй думает «Нет». Он думает «Я бабушку доведу, и какое счастье, что я могу выполнять волю Всевышнего, такое счастье, что у меня есть возможность выполнить доброе дело сделать, и во имя небес вообще, мне не нужна ни благодарность никакая, ни слава, ничего мне нужно, я сейчас ее доведу и убегу, чтобы она даже меня поблагодарить не успела». Они делают внешне одно и то же действие, и действие хорошее, но намерение их внутри, оно разное. Поэтому самое важное, что мы из 12 главы можем взять, это вот это намерение, намерение служить Всевышнему, понять, постигнуть Его волю. Точно понять, что Он хочет, и выполнить это. И я вот всегда молюсь, вам тоже хочу дать этот лайфхак, что если вы пока не можете выполнять заповеди Всевышнего, молите, чтобы Он вам дал сильное желание. Сильное желание, возможности и... Желание и возможности. В принципе, человеку кроме этого ничего не нужно. Жить в Израиле. Что для этого нужно? Я хочу жить в Израиле, дай мне возможности. Да, ты можешь пока не ехать. Я молился так 10 лет. Дай мне возможности жить в Израиле. Я хочу жить в Израиле, но я сильно хотел. Оп, я живу в Израиле, в Иерусалиме, слава Богу. Все, дорогие друзья, всем удачи и успехов. Чтобы была браха ваат слаха. Чтобы Всевышний... Чтобы Всевышний выполнил все запросы ваших сердец, вот эти вот намерения для вашего блага. И чтобы был шалом внутри, шалом в семье, с друзьями. И шалом, чтобы наступил заслугу, что у нас будет шалом. Мы помолимся так сильно. Да, сейчас у нас 3 900, вот когда у нас будет 39 тысяч. И мы помолимся одновременно, чтобы был мир. Моментально наступит мир. Все, и спасибо вам за вашу помощь. Еще раз подчеркиваю, что мы существуем полностью на ваши пожертвования. Поэтому есть друг Ваикра, партнер Ваикра, спонсор Ваикра. То есть выберите себе, как вы хотите участвовать, быть партнерами в нашей работе. И welcome, мы с вами вместе сделаем много хорошего в этом году. Как раз наступил только год, значит сделаем очень много хорошего. Все, мадим ли земха, времена сейчас для радости. И зманим ли сосон. То есть сейчас надо ликовать 12 по 10-бальной шкале. Счастливо, до завтра. До завтра. Поздравляю, мы выучили Каэрит. Представляете, у вас уже есть полностью изученная книга.